Друзья, можно ли простить себя? Вы, наверное, спросите, а почему я задаю такой вопрос? Потому что много людей не могут себя простить. И именно из-за того, что они не могут себя простить, они живут в депрессии, они живут в разочаровании, они не могут радоваться тем, чем они должны радоваться. Потому что где-то там в их памяти лежит осознание того, что они сделали что-то неправильно. И пока человек это не исправит, он не может с этим нормально жить. Он будет пытаться это заглушить какими-то, не знаю, таблетками, лекарствами, алкоголем, еще чем-нибудь. Друзья, но это не заглушится, оно останется где-то там. Можно ли простить себя? Этот вопрос задают женщины, которые когда-то убили своих детей, когда сделали аборт. Можно ли простить себя? Когда задают родители, когда делали неправильные решения, и вследствие этих решений дети делали неправильное что-то в жизни, крайне неправильное. можно ли простить себя? Спрашивают себя дети, когда портились отношения с родителями, и потом никогда не восстанавливались. У меня была беседа с моим другом вчера. Этот друг рассказывал о том, как он три года не знал, что его родители умерли. Как он себя судил за то, что он вот таким был сыном, как я мог, и как я вот так, и так, и так. И он с этим жил. Пытался жить. Я скажу, что я не думаю, что ему легко с этим было жить. Может быть, вы живете с чем-то, с чем вам трудно жить. Может быть, это грех против любимого человека, который вы скрыли и до сих пор скрываете. Может, это обида, которую вы нанесли кому-то, а этот человек ушел в вечность, и вы никогда не смогли попросить прощения. Вы думаете, можно ли простить себя. И, наверное, вы не можете себя простить. Особенно я видел слезы на глазах матерей, которые не могут себя простить за то, что они когда-то невинных маленьких детей внутри утробы у себя уничтожили. они не могут себя простить. Они не могут сказать прости тому ребеночку, которого они отправили в вечность. Друзья, есть ли выход? Выход есть. Знаете, в жизни много тупиков. Я бы сказал, что всегда будут тупики, тогда, когда человек не будет знать настоящего пути. А путем является сам Иисус Христос. Выходом является сам Иисус Христос. Он говорит, я есть путь, истина и жизнь. Он говорит, я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется. Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и бремененные, и я успокою вас. Выход есть. Прийти к Иисусу. А как же прийти? Во-первых, каждый из нас, мы все грешные перед Богом. Единственный доступ между нами и нашими грехами для того, чтобы мы могли войти в присутствие Святого Бога, это посредник, который святой и праведный, который никогда не сделал греха, но который умер за грехи каждого человека. Он заплатил за грехи абсолютно каждого. И поэтому каждый, кто верует в Него, имеет вечную жизнь. Этим посредником является до сих пор, уже на протяжении почти двух тысяч лет. И до этого времени он был как посредник Иисус Христос. Иисус Христос. Друзья, люди приходили, Он прощал грехи. Ему говорили, кто-то, что и грехи прощает. Кто может прощать грехи, кроме самого Бога? А Иисус Христос прощал грехи. Те люди, которые приходили с грехами, уходили без грехов. И сегодня те люди, которые приходят с грехами, уходят без грехов. Он прощал раньше, Он прощает сейчас. Итак, есть грехи, которые мы сделали против людей, которые рядом с нами, и которые еще живы. Я советую, настоятельно рекомендую, попросите прощения, восстановите отношения. Может быть, вы кому-то заливали грязь, обливали грязью, делали зло, обижали, кусали, лукавили, ехидничали, обижали, кричали, или просто молчали, когда можно было поддержать. Если совесть осуждает, попросите прощения. Обязательно сделайте это. С другой стороны, есть люди, которых уже нету здесь, на земле живых. Вы не знаете, как сделать это, вы не знаете, как исправить ситуацию. Может быть, сейчас какая-то мамочка слушает, которая где-то по молодости, по своему неразумию, сделала аборт, думала, что будет легче, а потом годами мучилась и до сих пор мучается. Она не знает, как попросить прощения у своего ребенка. Она и не может. Что ей делать? Что делать детям, которые обидели своих родителей, или до сих родители ушли в вечность? Что делать им? Друзья, есть библейский стих, очень сильный стих, но этот стих относится к тем, которые пришли к Иисусу Христу, пришли как нищие, пришли за прощение и получили прощение. На вопрос, можно ли простить себя, есть ответ, можно простить себя, если тебя простил Иисус Христос? Итак, можно ли простить себя, можно простить себя, когда тебя простил Иисус Христос? Библия говорит, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и чистит нас от всякой неправды. Друзья, он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Он прощает грехи. И если вы сделали грех, который вы понимаете, что вы не можете попросить прощения у твоего человека, попросите у Бога, попросите во имя Иисуса Христа, попросите, чтобы Он вас простил. Иисус Христос ходатай, Он обязательно простит, Он обязательно написано, имеем ходатай перед Отцом. Друзья, если вы помолитесь и вы скажете Ему, Господь, я сделала то или то, я сделал то или то, или не сделал то или то, я не могу сейчас попросить прощения у того человека, можете сказать имя того человека, а если это имени не было, если это был ребенок или еще, просто сказать, Господь знает личность, сказать, Господь, я каюсь в этом грехе, пожалуйста, прости меня, сними всякую боль, даруй, чтобы мое сердце было исцелено тобой. Я вам скажу, что верой вы можете и имеете право принимать прощение, если вы покаялись перед Богом. Можно ли себя прощать? Можно, если Иисус Христос простил вас. Поэтому каждый грех приносите к нему, приносите и говорите, исповедуйте свои грехи Ему, говорите, а Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Не написано, может простит, а может не простит, обязательно простит, потому что Он верен и праведен. Я вспоминаю Петра после того, как он отрекся от Иисуса Христа. Помните, как он плакал? Он сильно плакал. Я думаю, что Он винил себя и думал, если бы я не отрекся, если бы я не сделал, то, может быть, я думаю, что Он, наверное, себя винил в том, что произошло на Голгофе. Я помню, когда Библия описывает, когда были встречи на берегу, они Его не узнали. Он говорит, есть ли у вас какая пища, сказал, куда закинуть сети. А потом была встреча. И когда Петр узнал Его, все плывут на лодке, а он захотел быстрее. Он спрыгнул и поплыл к Иисусу Христу. Иисус Христос дает ему служение. Сначала говорит, любишь ли меня, потом дает ему служение. Друзья, Иисус Христос прощал и прощает. И сегодня хочу вам сказать, Иисус Христос прощает все грехи. Он силен, Он любящий, Он спаситель. Поэтому, если вас мучает грех, исповедуйте его перед Иисусом Христом. Он обязательно простит и очистит от всякой неправды. И если это грех против людей, которых вы не можете попросить прощения, также исповедуйте перед Иисусом Христом. Он обязательно простит вас, как Он это делал, будучи здесь на земле. Друзья, благослови Господь каждого из вас, чтобы каждый из вас радовался тем, что вы прощены, тем, что Иисус любит вас. Благослови вас, Господь. Аминь. Аминь.